Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами снова Павел и у нас обзор на Godway RS HS, ну или как уже сейчас правильно его называть Begot. Собственно, фирма Godway прошла ребрендинг и теперь называется Begot. Но это так, к слову. С виду RS напоминает обычный субик. Первое и самое, пожалуй, главное изменение, которое касается этого колеса, это новый подшипник и новая система крепления стойк. Больше в колесе нету одной центральной оси, теперь их там формально четыре. Насколько это хорошее решение, покажет время. Godway начала собирать батарею из элементов 21700, что позволило собрать емкий и мощный аккумулятор с емкостью 1800 Вт-часов и номинальным напряжением 100 В. Это позволяет колесу достигать скоростной планки около 70 км в час, что, как по мне, довольно немаленькая и даже уже местами опасная цифра. Одевайте их. Внешний вид остался без особых изменений, хотя есть некоторые детали. Например, светодиодные ленты больше не выглядят, как маленькие тусклые огоньки из унылой китайской гирлянды. Теперь у нас две полноценные светодиодные ленты, яркие и заметные. Как по мне, это огромный плюс, потому что теперь вы стали заметнее в темное время суток, а главное в светлое. Диоды не бликуют даже на солнце, что добавляет к колесу некоторого шарма. Они органично вписаны в его общеагрессивный рубленный стиль, поэтому не выделяются и смотрятся лаконично. Также добавилась резиновая заглушка, которая теперь закрывает все порты. И да, вы не слышали порты. Под ней располагается целых два порта зарядки, которые позволяют зарядить вам колесо 3-х амперными зарядками примерно за 3-4 часа. Это все закрывается плотной резиновой заглушкой, в которой есть небольшая проблема. Вам будет сложно ее запихнуть, если вы воткнете ее изначально под неправильным углом, но с другой стороны она обеспечивает хорошую гидроизоляцию. Задняя ручка колеса осталась без особых изменений, хотя ее форма стала более анатомичной и чуть приятнее лежит в руке, чем прошлой. Но это все та же ручка субикса, к которой нужно привыкать из-за сдвинутого центра тяжести. Перейдем непосредственно к ходовым характеристикам этого монстра. Мне удалось выжать из него скорость около 70 км в час. Мощность воздушного потока, который я гнал перед собой, стала таковым, что я буквально снес камеру, которая стояла на специальном штативе. Согласитесь, это круто и мощно. Собственно, само колесо действительно разгоняется до 70 км в час, но это с моей массой около 75 кг. Если вы тяжелее, то, естественно, пиковая скорость будет немножко поменьше. Этому способствует мощный мотор, около 4 кВт в пике, мощная батарея с напряжением 100 В, диаметр шины 18 на 3 и масса колеса, которая составляет 28 кг. Она тяжелее другого МСП, но вместе с тем эта масса обеспечивает вам устойчивость. Также устойчивость обеспечивает и большая толстая покрышка, которая съедает некоторые неровности и ведет себя крайне стабильно даже на высоких скоростях. В принципе, РС это колесо, созданное для высоких скоростей. Как мне кажется, трек, на котором мы его гоняли, это просто оптимальная среда обитания для такого колеса. В городе ему будет местами сложновато показать себя полностью, ввиду не самого хорошего асфальта и наличия пешеходов, поэтому гоняйте аккуратно, если вы решили брать себе подобное моноколесо. Тем не менее, я бы не был собой, если бы не выкатил его туда, куда оно поедине ехать было не должно. Я пробовал его на оффроуде, поездил с лестниц, и... Покрышка демпфирует, колесо ведет себя стабильно и хорошо, без каких-либо особых нареканий. Абстрагируясь от регламента обзора и, в принципе, всего, как по мне, это гоночное колесо. Это что-то наподобие спортивного байка, которым можно взять и погонять. Суть этого колеса в том, что оно драйвовое. Упоры, которые вы видите на нем, изготавливает сам Готвей. Их можно докупить. В стоке они не идут. В стоке Готвей предлагает вам все те же грустные и милые стельки, которые, как по мне, абсолютно бесполезны. Вот. Данные упоры позволяют вам очень хорошо контролить колесо, буквально наваливаясь на него, разгоняться и тормозить интенсивно и быстро. Кстати, разгон – одна из фишек ХС, потому что вы ложитесь на колесо, пара секунд, и вот уже 60 км в час. Еще секунда, и вот уже колесо пищит под вами, умоляя затормозить. А вы только начали. Невероятно драйвовый разгон и невероятно мощное торможение, на котором я, кстати, не продавился, что удивительно, позволяет вам ощущать ту самую скорость, о которой, собственно, и говорит производитель. Это быстрое и мощное колесо, которое разгоняется, тормозит и очень хорошо заходит в повороты, хотя вам придет заваливать его корпусом. Но это уже скорее делает техники, чем особенность самого колеса. Героскопический момент у него большой и позволяет вам даже на скорости чувствовать себя спокойно и в безопасности. Мощь этого колеса – это его главная фишка. В остальном оно ничем не отличается от других МСП. Как и любое другое устройство, это колесо не решено минусов, и сейчас мы поговорим о них. Первый, но весьма сомнительный минус, как по мне, – это его техническое новшество. Гатвей внедрила в его конструкцию новые технологии, как раз-таки тот самый подшипный. На форумах, иностранных, наших и в принципе, люди довольно часто жалуются о нарушениях его работы, ржавчинности и какой-то специфике. Что-то конкретное утверждать я пока не буду, потому что должно пройти время. Я уверен, что Гатвей постепенно уберет эти косяки, потому что Гатвей, в принципе, очень часто прислушивается к мнению райдеров и старается делать колеса более приятными для своих пользователей. Поэтому я бы не сказал, что это существенный минус. Существенным минусом, как по мне, является заводская комплектация моноколеса. Бесполезные стельки, которые клеятся по бокам колеса, просто не нужны. Что с ними, что без них вы ничего не получите. Также в комплекте не поставляется брызговик. Хочется получить в комплекте набор каких-то опций. Гатвей же эти опции поставляет отдельно из-за дополнительного плата. Если резюмировать то, что мы сказали ранее, результаты наших тестов и, в принципе, полученные от колеса эмоций, то у меня уже, в принципе, вырисовывается райдер, которому я могу предложить данное колесо. Во-первых, людям, которые хотят навалить, но при этом имеют на плечах голову, дополненную мозгами. Безмозглым людям это колесо противопоказано. Во-первых, покупайте экип. Во-вторых, не забывайте о том, что в этом мире вы не одни. И разгоняться можно только там, где нет людей, либо есть специально созданные для этого условия. Также это колесо я могу посоветовать тем, кому мало драйва. Тем, кто хочет получить отмонок колеса больше, чем, в принципе, могут дать другие колеса. Скорость, управляемость и вот тот самый разгон с торможением, который это колесо, собственно, предлагает своим райдерам. Но это уникальная черта, которая позволяет вам полностью ощутить ту мощь, которую фирма Гатвей в него поместила. Смотри, стажер. Это новый Cortex 500. Самая последняя модель радара. Скорость высвечивается здесь, позволяет работать из укрытия. Подходишь к краю дороги. На 30 сантиметров вытягиваешь руку. Все-таки начинать лучше со старой модели. С вами был Павел. Магазин электротранспорта. gimag.by До новых встреч.